Студенты со всей России и зарубежных стран имитировали работу Организации Объединенных Наций на Тверской земле. Накануне в Тверском госуниверситете прошла торжественная церемония открытия 9-й Тверской международной модели ООН. Как это было и какие проблемы пытались решить студенты, рассказываем в нашем сюжете. Модель ООН — студенческая ролевая игра, в ходе которой в течение нескольких дней студенты воспроизводят работу органов Организации Объединенных Наций. Каждый участник, представляя выбранную страну, защищает ее интересы, выдвигает проекты решения международных проблем. В этом году на модели заявлено 4 комитета на трех рабочих языках — русский, английский и впервые испанский. Среди обсуждаемых тем — политическая нестабильность как угроза безопасности в Центрально-Азиатском регионе, внедрение передовых информационных технологий как современный этап развития человечества. Разрешить клубок серьезных мировых противоречий в контексте этой игры не представляется возможным. Поэтому это не является главной задачей. Ребята действительно научатся выстраивать коммуникацию между собой, аргументированно отстаивать свою точку зрения. И самое главное — могут почувствовать себя свободно в публичном выступлении. Мы же с вами знаем, можно много знать, многое уметь, но не уметь донести эту информацию. Поэтому вот это одна из ключевых задач ораторского выступления, публичного выступления и умения донести свою позицию. Столь яркое представительство студенческого сообщества страны тверская модель ООН собрала впервые. Это студенты из Воронежского государственного университета, дипломатической академии МИД России, Ранхикс Москва, Горный университет, Тверской государственный медицинский университет, Тверской государственный технический университет, Уральский федеральный университет имени Ельцина, Уфимский университет науки и технологии, Российский университет дружбы народов, Российский государственный университет управления, Ивановский государственный университет МГИМО и, конечно, Тверской государственный университет. Кроме того, присутствовали делегаты иностранных государств. Туркменистан, Индонезия, Индия, Алжир, Узбекистан, Колумбия и Таджикистан. Те проблемы, которые вы решаете на своих площадках, по большому счету это шаг к тому, чтобы достичь гармонии на нашей достаточно тесной планете. Как мы видим, не всегда удается нынешнему поколению сделать, но за вами ведь будущее. Знаете, я сегодня пришел сюда и, соприкоснувшись с масштабом, был потрясен. Думаю, вот это здорово, вот это замах. И все начинается с игры. Сергей – студент второго курса Уральского федерального университета. Учится на кафедре международные отношения. На Тверской модели игры он является председателем Совета безопасности ООН на испанском языке. Немножко есть опасения о том, что языковой барьер все-таки будет иметь МЕСА, так или иначе. Но я надеюсь и верю, что мои делегаты справятся. Все-таки неспроста они именно здесь, в испаноязычном комитете. Значит, у них очень хорошая языковая подготовка, значит, они и сумеют очень здорово поработать. Несмотря на языковой фактор, у нас состоятся яркие дебаты и очень интересные выступления. Студент из Колумбии в Твери впервые. Молодой человек недавно приехал в Москву. Учится в Российском университете дружбы народов. Такой формат встречи для него оказался очень необычным и интересным. Мне нравится быть участник на этом предприятии. Я жду новый опыт на профессиональной сфере и тоже на образовательной сфере. Но это не просто опыт на этом поле, но, конечно, можно сделать новых друзей, новых знакомых. И я жду опыта, да, новых опыта. Результат работы резолюции в итоговом документе должна быть отражена позиция имитируемого мирового сообщества по теме повестки дня. Именно она и будет подписана по итогам окончания игры, которая завершится 22 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова